Разноцветный дым под звуки громкой музыки это лишь часть большого пролога, с которого началась церемония открытия праздника. Одна массовка сменяет другую, звучит гимн молодежи. В сердцах эскетинцев тоже сегодня музыка и улыбки. Я почему-то вижу, когда раньше были праздники, меньше было лиц с улыбками. Сейчас намного больше улыбающихся лиц. Больше людей приходит на праздник с хорошим настроением, несмотря на то, что там какие-то бытовые проблемы есть у нас. Намного больше радости и улыбок в лицах. Я здесь родился, вырос, как говорят. Здесь мы все корни. Это наш город. И он растет и цветет. Это очень хорошо. День рождения, время подарков. На сцену выходят люди, труд которых наиболее заметен и заслуживает поощрения. Это работники культуры, предприятий, строительной сферы. Памятный знак почетный гражданин эскетима вручается Виктору Голубеву за улучшение качества жизни горожан. Я верю, что у нашего города есть будущее. Это будущее прекрасно. Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем Города. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия, а самое главное – хорошего настроения. Всех с праздником. С Днем Города. В следующем году Сергей Завражин отметит 25 лет работы на муниципальной службе. Признается, что никогда не видел себя отдельно от эскетима. Никуда уезжать не собираюсь и никогда не собирался. Честное слово. Всегда говорил, что буду здесь в городе работать. Конечно, никогда не думал, что буду главой города. Всегда хотелось приносить своему родному городу какую-то пользу. Сергей Семка, как представитель региональной власти, знает каждый город области. Говорит, что одинаковых территорий, как и людей, не существует. Отмечает, что эскетим создал хорошую базу для жизни и развития. И это уже не тот город, что был 20 лет назад. 300 лет жил и развивался. Всякие времена проходил. Город, во-первых, с людьми. Во-вторых, база создана очень хорошая. Хорошая база. И сейчас важно очень, чтобы было комфортно жить и работать в городе. Вот это самое главное. И тогда люди будут здесь оставлять все свое. И время, и душу. Наверное, все будут. И работать здесь. Вот это, наверное, самая большая задача. Я считаю, что все многое зависит от людей самих. Если они относятся к себе с уважением, то, соответственно, они будут уважать город. И наш город будет самый лучший, самый чистый. Екатерина Москвина не разделяет убеждения большинства своих сверстников. Она решила жить и работать в эскетиме. Сейчас девушка поступила на режиссерский факультет, чтобы стать профессионалом постановки танцев. Наоборот, чтобы поднимать культуру. И чтобы, наоборот, люди отсюда не уезжали, молодежь не уезжала. Как-то развиваться и поднимать город. Завершился праздник салютом. Десятки залпов прогремели в воздухе над городом и порадовали граждан своей красотой и продолжительностью.